Вот несколько лет тому назад мне доверлось слышать доклад одного английского исследователя о раскопках, не о раскопках, а об изучении Кембриджа. Он на основании архивных материалов представил карту, на которой показал, кто на каком участке жил, кто кому был родственник, как переходили эти участки от одного человека к другому. Но вот всё это он получил из документов, которые хранились в муниципальном архиве города Кембриджа. У нас таких архивов не было и быть не могло, потому что в отличие от западноевропейского человека, средневекового, который жил в каменном доме, и каменный дом был гарантией сохранности того, что его наполняло, наш предатель жил в деревянном доме, это всё продолжилось до XX века. В деревянном доме, в деревянном городе, деревянные города были святы, чем наши книжные культуры, но эти деревянные города, как свечи, горели буквально каждые 10-15 лет. Откруйте любую страницу, скажем, новгородской летописи, и вы прочтёте о большом пожаре, который истребил улицу. Горели иконы, горели книги, горели рукописи, которые в этих домах хранились. И чем дальше вглубь истории, тем меньше для нас сохранилось документов. И вот, пожалуйста, результат этого процесса. До находки берестяных грамот до 1951 года, следовательно, в распоряжении историков существовало только три пергаментных листа, касающихся гражданской истории до монгольского времени. Три листа того времени. Это грамота 1130 года Мстислава Владимировича, духовная Варлама Хутенского начала XIII века и древнейшая редакция торгового договора Смоленска с западными его контрагентами. Три документа всего-навсего. Ну, давайте вот разберёмся, в какой проблеме. До сих пор главным нашим источником знаний о прошлом остаётся летопись. Древнейший летописный свод относится к концу XIII-го, начала XIV века. То есть он прошёл уже многократное редактирование. Более поздние летописи, епатевские, лавренческие, знаменитые, сохранившие самые древние тексты, они тоже прошли многократное редактирование. Но самое главное, летописцы занимали очень избирательные сюжеты. Его не интересовало то, что ему казалось известным отцу, деду. Вот он писал о том, что было необычным. Умер князь, выбрали епископа, началась война, кончилась война, пролетела комета, началась эпизоотия или эпидемия. Вот какие сюжеты привлекают летописцы. А берестяные грамоты, подобные нашим современным письмам, они отражают повседневность. Они касаются того, чем человек был озабочен с утра до вечера. Там всё. Начиная от рождения ребёнка и кончая похоронами человека, начиная от займов и кончая любовными записками и предложениями врага. Вот это политические донесения, это донесения военных лазутчиков. Вот это переписка мужа и жены, допустим. Муж уезжает в командировку, как мы сейчас сказали бы, и пилит жене о том, что он забыл дома рубашку. Вот такие мелкие вещи отражены в грамотах. Не они, конечно, меняют наше представление о прошлом. Меняют наше представление совокупность берестяных документов, которые позволяют нам увидеть в действии некоторые институты власти, о существовании которых мы раньше и не подозревали. Вот вся эта эволюция вечевого строя новгородского, она хорошо одружена берестяными грамотами. Можно задать вопрос? Да, Владимир Владимирович. У меня на полке стоит 10 томов выпусков новгородских берестяных грамот. Первый был опубликован Артемием Владимировичем Барцаховским, как вы знаете. Последний опубликован и вами. И мне кажется, что в отношении к берестяным грамотам, в понимании их за эти 50 лет, очень многое изменилось. И первое, что писалось, если взять публикации того времени, что, наконец, мы знаем, что Древняя Русь была грамотна. Мы были не менее грамотны, чем Европа. Вот это миф о безграмотности, о серости, необразованности Древней Руси разрушен. И это был один из важных исторических выводов, который делался на основании этого материала. Потом долгое время писалось, что грамоты покрывают практически весь спектр новгородской жизни. Что это и частная переписка, и любовные письма, и хозяйство. Но вот сейчас выясняется, что это, наверное, не так. Все-таки они покрывают какие-то специфические сферы. Это в основном какое-то деловое письмо, это какие-то политические дела. Но, во всяком случае, это далеко не вся частная жизнь. Это не размышления. Вот как вам представляется, куда мы дрейфуем, куда мы сдвигаемся? Что сейчас надо совать, главное в изучении? Давайте поговорим о крупных прорывах, так сказать, наше прошлое. На протяжении длительного времени существовала у историков и у филологов сходная концепция расселения восточных славян по Восточной Европе. Она заключалась в том, что якобы исходным пунктом расселения было Среднее Поднепровье, откуда славяне распространились на всю Восточную Европу, дойдя до Белого моря, дойдя до Урала, дойдя до тех пределов Ихайкумена, которые мы хорошо знаем. Это историки. Причём историки дополнили тоже в советское время таким интересным тезисом. Вот когда на юге началось классовое расстояние, вот тогда простой народ побежал от этого классового гнёта на север, ну вот и там, значит, он спасался от этого классового гнёта. Вот. У филологов тоже свой взгляд был уже полтора столетно, что они придерживались этой концепции, что первоначально, поскольку всё идёт из одного центра, не было никаких диалектов, был единый язык, на котором говорили все восточные славяне, но закономерно, если из одного пункта, то чего ж они будут разными диалектами пользоваться. Ну вот. И вот эта концепция существовала в поведении подробного изучения берестяных грамот. Настоящее изучение берестяных грамот с точки зрения лингвистики началось тогда, когда Новгородская экспедиция совершила одну из своих главных находок. Она открыла для себя выдающегося лингвиста нашего времени Андрея Анатольевича Зарезняка. Оказалось, что чем древнее берестяные грамоты в Новгороде, тем ярче в них диалектные особенности. А ведь раньше, как полагали, вот сначала единый диалект, а потом, когда началась раздробленность удельная на Руси, особенно в XIII веке, когда татары наложили свою лапу на Русь, вот тогда появились таможенные и государственные границы, тогда затруднены стали способы общения между людьми, и вот тогда и появляются диалекты. Вот начиная с XIII века расцвет диалектов, а до этого их не было. Так оказалось, что самые древние берестяные грамоты XI-XIX века содержат в себе наиболее значительное количество теоретических признаков, которые отсутствуют в южном диалекте нашем, в так называемом общерусском языке, как его прежде именовали. И когда вот около 30 таких отличий было обнаружено в грамотах XI-XIX века, был задан вопрос, а где найти аналоги вот этим отличием? Ну вот, поиски привели к тому, что эти аналоги обнаружились там, где славяне сами себя называли славянами. То есть это славянцы, это словаки, это многородские славяне те же. Ну вот, а более детальное изучение этой проблемы, дополненное изучением погребального обряда, особенностей оборонительных сооружений, антропология и так далее, и так далее, привели к выводу, что заселение северо-запада нашему, это Псков и Новгород, вот эти территории, произошло с территории Южной Балтики. Вот это южные побережья Балтики, это Альденбург, это Шлезвик, это польское побережье Балтийского моря. Вот оттуда теснимые немцами славяне сдвинулись на восток, вот и заселили весь этот северо-запад. Что из этого проистекает? Какой главный вывод, в отличие от того, что было раньше? Главный вывод такой, что мы теперь иначе смотрим на проблему возникновения древнерусского государства, того государства, которое мы привыкли называть Киевской Русью. Если раньше считали, что она из одного ядра возникла, сейчас мы понимаем, что здесь смешались две традиции. Когда Новгородская и Южная киевские традиции соединились вместе, они друг друга обогатили и создали вот ту новую, так сказать, культуру, которая регланность в основу древнерусского государства, Киевской Руси. Можно мне вопрос задать, да, Владимир Васильевич? А ведь славянки приходили не на пустое место. Там же жили какие-то племена и народы. Вы знаете, тут вот какая вещь. Там жили у графины. Ну вот, и вот интересная особенность. Ведь обычно, когда один этнический массив приходит на территории, занятый другим этническим массивом, между ними начинается распри, начинается борьба, война. Ну вот, они друг другу мешают. Но здесь случилась такая, значит, вещь любопытная. Вот эти у графинское население, исконное, автохтонное население нашего Северо-Запада, оно тяготело к рекам. Они занимались рыболовством, они занимались охотой, они не были землепашцами. А славяне, которые пришли из Южной Балтики, они были уже пахарями. Ну вот, и если для одних, так сказать, населённой их сферы, значит, была близость к озеру, к реке, то для других, наоборот, некая отдалённость, там, где были пахотные земли. И поэтому возникл такой, ну, как бы сказать, симбиоз, что ли, при котором друг другу, значит, они не мешали, а наоборот, были друг други заинтересованы. Потому что между ними начался обмен вот теми продуктами, которые были спецификами каждого дня. То есть экономические отношения. Экономические отношения, и никакого, понимаете, при этом завоевания не было. Завоевание было на севере, вот когда новгородцы отправились туда добывать меха, обогащаться и так далее. Вот с северными народами там уже были трудности. А вот это первоначальное заселение, так я понимаю, Сергей Ильич? Речь идёт о том, что в эпоху великого переселения народа изменился климат очень, в худшую сторону, в отличие от римского времени. Балтика поднялась, поднялись грунтовые воды, и земледельское население не в состоянии стало себя прогармить вот в тех районах, где оно жило. И в результате значительные группы их стали переселяться в северо-восточном направлении, в направлении Псковской и Новгородских земель. И расселение шло по гряде последнего ледника, последнего валдайского леденения, вплоть до валдая. Ну, сначала это были чисто земледельские поселения, взаимодействие с местным населением было различным. Были и столкновения, были случаи, когда финно-угварское население бежало в результате крупных переселений. Но в целом оно осталось на своих местах, потому что земли было достаточно, население было сравнительно небольшим, пришлое население тоже было немногочисленное. После того, как... Известны цифры какие-то? Сколько населяло Новгород и сколько пришло? Нет, численность населения подсчитать в то время невозможно. Можно только сказать, что пришлое население примерно в два раза превышало местное. Вот по гребальным обрядам. И сколько, простите, сколько времени занял процесс перехода? Процесс 3-4 столетия. А на окраинах Новгородской земли этот процесс задержался вплоть до древнерусского государства. И вот в VIII веке среди массы этих аграрных поселений возникают неаграрные. Вот одним из таких поселений был Изборск, который я в течение 15 лет копал, который дал довольно реальную картину становления города. Становление европейского города – это коренная проблема медиевистики вообще. Выдвинуло много гипотез, в том числе и о Новгороде. Есть, но Новгород возник сразу как город. И вот такого первичного протогородского поселения пока мы не можем найти. Рюриково городище, Новгородское городище, таковым не является. Это несколько специфическое поселение. А Изборск с самого начала стал протогородским населением, где сосредоточилась власть администрации, то есть племенная знать, племенной князек. Об этом говорит о том, что Изборск возник в сгустке кривического населения. Дальше в Изборске открыта вечевая площадь или племенная площадь для племенных собраний. И начинается развитие ремесла, ремесленной деятельности. Но, как сейчас, когда Изборск довольно хорошо изучен, видно, что все-таки основой развития города стала торговля. В Изборск начинает поступать монету, приступают бусы северокавказского производства, сирийского производства, египетского производства. Караванные пути шли сюда, потому что здесь наблюдается сгусток кладов арабских монет, и плюс еще археологически это кости верблюда. Принято считать, по крайней мере, европейское средневековье такой достаточно застывшей массой. То есть, это не время особых перемен в истории Европы. С чем вызвана вдруг такая волна в Восточной Европе, здесь, на севере России, сейчас будем говорить, в Польше, такая волна перемещений, переходов в странствии, установления государственности? Знаете, на этот вопрос никто не сможет ответить. Вот Легов, известный французский медиевист, написал, что слова, которые мне очень близки, о том, что средневековье это не провал в истории, и не мостик между античностью и новым временем, а это колоссальный созидательный порыв. Я думаю, что для русского средневековья эти слова еще более справедливы, чем для западноевропейского, потому что русское средневековье, строго говоря, вырастает из эпохи варварства, из первобытности. И вообще вот его подоснова на русской равнине очень бедная. Если мы возьмем неолит, мы несколько углубимся вот от берестяных грамот, от изборска, так сказать, на несколько тысячелетий туда вот вниз, отойдем в неолит. Неолит это эпоха, новый каменный век, когда во всей Европе и на Ближнем Востоке возникло производящее хозяйство, земледелие. У нас нет земледелия. У нас охотничий неолит, бьют лосей, медведей, бобров, едят, так сказать, следов, по крайней мере, вот в районе Новгорода, Пскова, Верхней Волги, у нас нет следов земледелия. В эпохе бронзы на этой территории у нас нет бронзы, нет бронзовых вещей. То есть есть единичные какие-то вещи. Европа зашпигована замечательными бронзовыми орудиями, украшениями, так сказать, это богатейшая культура бронзы. У нас это все есть уран. У нас все камни в это время. У нас камни, это кремень. Вот в Железном Веке у нас появляются городищи, но в Европе в это время, так сказать, колоссальные циклопические сооружения, так сказать, сооружаются, которые символизируют новые отношения власти, отношения, так сказать, какого-то подчинения, манифестация силы. У нас этого, у нас есть, конечно, городищи, но их гораздо меньше, и вот это все выражено, гораздо слабее. То есть, в общем, подоснова, из которой средневековье русское рождалось, она очень бедная. И вдруг вот 9, в основном 10 век, вот какой-то колоссальный взлет, прорыв. И, конечно, вот для нашей науки, вот объяснение, почему вдруг все возникло. Вот смотрите, сразу возникло государство, возникла письменность, возникли города, но возникло еще многое другого, так сказать, другое, то, что мы сейчас наследуем, и, собственно, о чем мы, так сказать, забываем, что многие вещи бытовые, которые тысячи лет там жили в нашей культуре, там, топоры, прушные, ножи, расчески, нам ножницы, все это появилось вот в 10 веке. И вот когда какой-нибудь старый колхозник приходил на мои раскопки, когда мы раскапывали селище 10 века, он легко называл предмет и понимал, что это такое. Когда, так сказать, он приходил на раскопки селище Железного века, эти вещи, которые я ему показывал, ничего не говорили. То есть, это вот тысячелетняя культура ему была абсолютно знакома и понятна. Культура, так сказать, вот полутора тысячелетняя, она была уже чужая. То есть, вот, так сказать, за 100 лет фактически мы получили все то, что вот дальше уже как-то развивалось, эволюционировало. И вот все-таки очень интересно, какие ресурсы вот лежали, были положены в основу изменения. Ведь власть возникает, чтобы, так сказать, утвердилось государство, чтобы возникли какие-то отношения власти, нужны какие-то материальные ресурсы, богатства, так, чтобы держать дружину, так, чтобы держать под контролем вот все, так сказать, это вот колоссальное пространство. Владимир Владимирович, возвращаясь к берестяным грамотам. Я не обещаю, я бы хотел ответить все-таки на тот вопрос, который уже был задан. Вот насчет возникновения Новгорода. Потому что это продолжение вот того, о чем ты сейчас рассказываешь. Значит, вот что происходит с Новгородом? В 1999 году новгородцы торжественно отметили 1140-летие своего города. Значит, археологи были прямыми противниками этого юбилея, потому что на территории Новгорода нет ни одного клочка культурного слоя, который мог бы относиться к IX веку. Ну вот. Но потом все-таки нашли мы такой консенсус, как принято выражаться. Ну вот, когда Рюриково городище, на котором в IX веке, значит, уже в 862 году или в 859, по-разному, говорят, поселился Рюрик, вот его включили в состав городской черты. Тогда все, так сказать, сошлось. Ну вот. Но на остальной, на главной территории Новгорода никаких следов раннего времени до рубежа IX-X века, нет, ну до начала, скажем, X века. В чем дело? А дело вот в чем. Значит, новгородцы, которые поначалу жили дисперсно, которые владели, как летопись говорит, каждый родом своим, вот они, находясь в некотором противодействии друг к другу, вступив, так сказать, в некоторую конфронтацию, три, так сказать, элемента новгородского общества, вот они, значит, сочли правильным третийскую судью пригласить из-за рубежа. Пригласили Рюрик. Пришел Рюрик, стал, значит, править Новгородом, а потом, когда он умер, в конце IX века, значит, его сын Игорь, еще он маленький был, вместе с его дядькой Олегом покинул Новгород для того, чтобы завоевать другие, значит, земли. Они, значит, завоевали сначала Смоленск, потом убив Аскольда и Дирала владели Киевом. А что получилось в Новгороде? На городищах, где была резиденция князя, князя не стало, осталась только безымянная дружина князя, и, следовательно, возник некий политический вакуум, когда нарушены были исходные пункты договора с приглашенным князем. И вот тогда, когда этот вакуум возник, то на территорию будущего Новгорода, благо территория была на пересечении важнейших торговых дорог Восточной Европы, стали переселяться родноплеменная аристократия. И вот мы при раскопках последних лет наблюдали вот этот процесс первоначального обладения территорией Новгорода. Что там происходило? Переселяется боярин со своим родом, со своими домочадцами, возникает некоторая хуторская система, вот его усадьба, вот дома, в которых живут его близкие, его, так сказать, холопы. А вокруг этого находятся пахотные поля, находятся сады, огороды и так далее, и так далее. Потом пустое место, проселочные дороги, рядом переселяется другой боярин из другого района Новгородской земли, точно такая же структура. И вот это... Он уже боярин, когда переселяется? Он уже боярин, потому что боярство — это аристократия. Они бояре, потому что они восходят вот к этим, к этой родоплеменной, знаете. Ну, мы называем портобояре, чтобы не путать с одной с другим. Ну, вот. Ну, вот, значит, возникает такая рыхлая структура, которая еще догородская. Городом там еще и не пахнет. Там нет ни укреплений, там нет ни планировки такой постоянной. И так продолжается до 947 года. Первая половина 10 века — это еще... Еще и Новгорода нет, это еще догородская структура. Но уже вот живут эти будущие бояре здесь. Что происходит в 947 году? Княгиня Ольга, придя, значит, из Киева, совершила два очень важных похода на Мсту и на Лугу. Это два, значит, было главных центра расселения, значит, на Новгородской земле. Наиболее богатые градищами районы, наиболее, значит, важные районы. Она их подавляет, присоединяет их к новгородскому государству. Ну, вот. И что, значит, при этом происходит? При этом, естественно, увеличивается доходность этого государства, потому что все, что с этим земель, значит, идет, идет уже, так сказать, в казну новгородского государства. И вот тогда, когда увеличиваются эти доходы в два или три раза по сравнению с тем, что было раньше, Новгород превращается в город. Появляется регулярная планировка, появляются первые деревянные мостовые. Новгород становится городом. Он еще не Новгород. Он становится Новгородом тогда, когда в нем появляется Кремль, детенец. Вот этот Кремль, это главное укрепление городское, он и стал называться Новгородом по отношению к тем еще рыхлым образованиям, которые были до него. Вот когда в каком-то пункте собирается знать, который принадлежит, который принадлежит, так сказать, государственной власти, ну вот она нуждается в том, чтобы ее обслуживали. Вот тогда здесь появляются ремесленники, и тогда вот и торговля, так сказать, здесь развивается особым образом. Поэтому вот этот третий, значит, элемент возникновения города сбрасывать со счета нельзя. Место пребывания власти. Хорошо, вот город возник, и у нас есть 50-летняя история совместной работы археологов, лингвистов и историков. Можно что-нибудь сейчас, чтобы я себе представил, рассказать о жизни, о бытии, о ежедневной жизни этого города, потому что я вот с удивлением, например, узнал, что новгородцы были поголовно-грамотны, включая холопов и женщин. Ну, в основном грамотны, скажем так. Значит, вот что там происходило в Новгороде, и почему, вот скажем, в Скове или в Смоленске, где тоже находят грестные грамоты, как бы там не разворачивались раскопки, их никогда не будет в таком изобилии, как в Новгороде. Дело в том, что сама структура Новгорода, политическая организация этого города, была весьма своеобразна. Значит, там землевладелец, а это боярин, это житель, человек, то есть крупные, значит, богатые люди, ну вот, они свои земельные владения далеко от Новгорода имели. то есть за 200, за 300 верст, на Белом море где-то, на Двине, понимаете, были вот эти их вотчины. Ну вот, и если, скажем, на юге боярин, для того, чтобы обрести некую самостоятельность, был центробежен, ему надо было уйти подальше от своего князя, и он свои вотченики, как вот западноевропейский, значит, вотченик, в своем замке, он был монархом, господин у нас всеми зависимыми от него людьми, то в Новгороде все было наоборот. Значит, там само устройство политической жизни было таким, что каждый боярин, каждая боярская семья имела шанс в процессе перевыборов, они были частые перевыборы руководства города, вещевого руководства города, получить место у пирога. Ну вот, и поэтому такой боярин, он не стремился уйти из города, был, наоборот, центростремителен. Ну вот, его владения находились за сотни верст, а он сидел в городе. Это продолжалось до конца 15 века. Пестовые книги, кадастры, которые Москва составляла в конце 15 века, отражают картину, предшествующую покорению этого города. Ну вот, и все там, понимаете, вот эти владельцы, они сидят все в Новгороде. А что это значит? Это значит, требуется коммуникация между владельцем земли и его владением. Значит, нужны грамотные старосты, управляющие. Потом появляются позднее грамотные крестьяне, которые пишут жалобы своему господину. Ну вот, появляются грамотные ремесленники, потому что ремесленники тоже заинтересованы в продуктах этой вотчины боярской, оттуда они получают сырье, так сказать, для своего производства. Ну вот, и вот этого не было, скажем, в Пскове, потому что пределы псковской земли были очень незначительными, и там доскакать на коне, понимаете, до любого приграничного, понимаете, владения, ну вот, это было проще, чем заниматься перепиской. Вот, очень часто новгородские порядки, особенно в 15-м веке, сравнивают с порядками Венеции. И действительно, это настолько, понимаете ли, сами новгородцы осознавали это сходство, что когда они стали чеканить свою монету в 1420-м году, то изображение этих монет стандартное было таким, сидит Святая София, правительница Новгорода, на троне, и рядом колено преклонённые посадники, она вручает ему символы власти. Это прямая реплика изображения на венецианских монетах, где изображён Святой Марк по грамоте Венеции, перед ним колено преклонённый душ, который принимает от Святого Марка символы власти. Совершенно. Для того, чтобы знать государственное устройство в Венеции, нужно же иметь коммуникативные какие-то с ними связи. Коммуникаций было много. Очень хорошо сказал такой молодой писатель Борис Киселёв в одном из своих очерков, я люблю цитировать эту фразу его, что там, где Пётр Великий рубил окно в Европу, в средневековом новости существовала 40-го открытая дверь. Вот эти связи с Западной Европой, они были очень коммуникативны. Ну вот. Но было отличие очень важное. в порядке Новгорода и Венеции. Если в Венеции Сенат собирался во дворце Дожий, то есть в закрытом помещении, где, так сказать, конфиденциально соблюдалась некоторая, в Новгороде Веча собиралась под открытым воздухом. И хотя Вечники, то есть люди, имеющие право голоса, их было небольшое число, ну не больше 500, по-видимому, 300 золотых поясов называют Вечи в 14 веке иностранные источники, но это Вечи могли со всех сторон обступать не Вечники, а простые люди, которые это в митинг переходило, понимаете, собрание Вечевое. Ну вот. И следовательно, у каждого, кто кричал там за или против, у него создавались иллюзия при общении государственной власти. то есть в менталитете, по-видимому, новгородцы это не последнее дело было. И мне кажется, что вот эта большая свобода, что ли, новгородцы, она проявляется и в том, что там великолепная иконопись, великолепные фрески, архитектура потрясающая во все века. Так что вот эти два обстоятельства, о которых я говорю, они формировали особую грамотность Новгорода. А на Вечи избирались или это было родовой Вечи? Избирались, но там, значит, было так. Вот почему Новгород пал в конце концов в 15 веке. Сначала посадника Новгородского избирали, сказать, как бы пожизненно. Но он, как правило, не доживал до смерти, его прогоняли, потому что постоянная борьба была между боярскими группировками. Потом, в середине 14 века такой, значит, путь был найден, который немножко консолидировал боярство. Избирались одновременно шесть посадников. От каждого конца по посаднику они пожизненно выбирались, но каждый год, каждый год шли перевыборы главного, степенного посадника. Если, значит, он хорошо себя этот год вел, то ему продлевали срок. Если, значит, он не угодил новгородцам, его свергали. Причем, вот эта борьба, которая шла вокруг этого места главного во власти, она давала возможность боярам создавать некие средства социальные демагогии. Ну, очень просто. Вот, скажем, борется человек за власть и говорит гражданам своего конца, вот вы поддержите меня, потому что сейчас правит вами человек из другого конца, из другого района города, вот я приду к власти, все будет хорошо. Это все давало некоторую возможность балансировать вокруг власти. Ну, вот, а потом, так что получилось? Поднимается, значит, некое социальное недовольство в низах новгородских, и в начале десятых годов 15 века стали выбирать уже не шесть посадников, а шестнадцать. Потом прошло время двадцать четырех посадников, потом тридцать шесть. То есть все боярские семьи усилились вокруг вот этого стола власти, около этого, значит, властного пирога. Пирог один. Да, пирог один. И тогда, что появляется? В летописи пишут, нами правят беспродивые бояре, у нас правды нет, у нас суда, значит, правого нет. Появляется повесть о посаднике Щили, взяточнике, о посаднике Добрыне, который за взятку, значит, немцам разрешил сломать православную церковь и построить историческую церковь. Это все и в Берестяной грамоте есть в середине 15 века, которые те же самые сюжеты в недовольство боярцам выражают. И что вышло? Когда Иван Третьев пришел на Новгород, защищать-то его некому было. Сначала, правда, 19 тысяч новгородцев Шевелонской битвы погибли в 71-м году, а в 77-м он пошел на Новгород, он не думал, что он идет в последний поход. Он не рассчитывал, что Новгород будет его. Он с собой вез тетрадку, в которой были записаны, были собраны документы, которые обосновали его право на дивинские земли, на землю по северной Двине. А когда он пришел в Новгород, то уже не о Двине был разговор, а Новгород сдался, поднял руки кверху и в январе 78-го года присоединен Новгород в Москве, потому что его уже некому было защитить. Этнически новгородцы кто это? Как они сами себя здесь являли? С точки зрения лингвистики. Мы знаем, что весь Северо-Запад был заселен до славян финским населением. Есть финская гидронимика. Но в районе Новгорода есть название рек, есть название рек, название озер, финское восхождение. Ясно, что должно было быть какое-то дославянское финское население, которое жило на этой территории. Есть финские украшения 11-12 века в культурном слое Новгорода. То есть ясно, что какие-то элементы финской культуры присутствуют. Приладожье Юго-Восточное это примерно 150-200 километров от Новгорода. Там довольно большой массив финских памятников. Где-то на Ижорском плато были какие-то массивы финского населения. Но возможно все-таки наше представление о расселении теперешней не совсем соответствует тому, как это выглядело в Средневековье. То есть сейчас мы представляем, что население живет через какие-то стандартные отрезки времени, пространство на каждые 5 километров приходится деревня, какое-то поселение. На самом деле в Средневековье это какие-то сгустки сельских поселений, которые есть в одной речке. А дальше какое-то пустое пространство 100-километровое или 50-километровое, которое может быть не занято. Мне кажется так, что до поры, до времени вот это течение Волхова и по Азии и Новгородская мало были приспособлены к жизни, поскольку подъем воды был очень сильный. Да, вот в определенное время, сразу после эпохи Великого Переселения. А как вы себе представляете... И поэтому там не могло быть финских... А как вы себе представляете финнов, которые предшествовали славянам или которые мешались с ранними славянами в Новгороде? До сих пор есть регионы, где финны живут в перемешку со славянами, взять Печорский край. Там сеты живут параллельно, хутора сеты параллельно славяне живут. Или вепсы. Вепсы тоже. То же самое, вепсы остатки живут. И вот хочу еще раз вернуться к вопросу о том, почему славяне, заселившие лесные области восточной Европы, они пережили эпоху провинциальной римской культуры. культуры. Они знали провинциальное римское ремесло, провинциально римские серпы, косы, инструментали провинциальной римской, уже какими-то элементами торгового обмена владели, денежного обращения. И когда началась эпоха великого переселения народа, провинциальная римская культура прекратила свое существование, но славяне, перереселивши сюда, многое очень сохранили. Несмотря на то, что провинциальная римская культура прекратила свое существование, странствующие ремесленники, в том числе гончары, токари, следы токарного круга, токарного стана, были известны и продолжали существовать. Этим занимались остатки ремесленников, они были странствующими, потому что средоточие в одном месте было нельзя, поскольку не было потребности в производстве. И второй момент, который дал толчок развитию яркой древнерусской культуры, это переселение части славян, значительной части славян с Дуная после разгрома Великой Моравии. И раньше, еще чуть раньше, поскольку славяне, католическая церковь несколько притесняла славян. Внизовьев Дуная образовалось большой массив Волохов, то есть румын, романского населения и славянская культура там в это время прекратила существование, славяне переселились на нашу территорию. Со среднего Дуная они принесли значительные ремесленники, вот гончарный круг привнесен оттуда, целый ряд других ювелирных ювелиров пришло из развитых областей Подунавья, где наследие римского времени плюс развитие провинциально-византийской культуры, вся эта культура пришла сюда и влиялась в славянский массив, который жил на этой территории. Вот недавно появился такой термин древнерусская народность, какой-то монолитный народ с единой культурой, с единым языком, который создал вот это обилие рассеявшей, создал обилие племен и чуть ли не ищут сейчас прародину этих вот древних прославян. Я так понял, что находки в Новгороде и изучение языка, в первую очередь, и разница диалектов позволяет полностью поставить крестную научную гипотезу. Так это или нет? Мне кажется, не было. То есть, вы думаете, что древнерусской народности не было? Ну, что такое народность? Это все-таки очень монолитное образование, насколько я понимаю. Чего нельзя сказать до поры до времени в этой древней Руси. Так сказать, ведь ничто не мешало им быть новгородцами, ростовцами или киевлянами и иметь в то же время какую-то, так сказать, еще вторую идентичность. Ведь было же нечто, что, так сказать, их объединяло. И не очень хорошо, ведь те же новгородцы, они же приглашали князей, так сказать, не из Польши и не из Скандинавии, они приглашали их из Польши. Из своей династии. Так сказать, но что-то лежало в основе этого? Какое-то представление о своем единстве? Древнерусская народность это один из восточнославянских этносов. Причем родины не было у этого этноса. Он формировался в результате интеграционных процессов. Славяне заселили Восточную Европу из разных сторон. Вот мы установили, что новгородские славяне это западного происхождения. Дальше славяне Припятского Полесия, Волыни, Киевщины. Это другие славяне. Из другой группировки, диалектной группировки про славян происходят. Есть еще третья группировка, которая заселила пространство между Днепром и Доном. Вот эти вот они, это диалектные группы. Диалектные группы еще про славянского языка. Еще не было ни польского языка, ни болгарского, ни чешского, ни древнерусского, когда происходило расселение восточнославянской равнины, был единый прославянский или общеславянский язык, прославянский этнос, общеславянский этнос с диалектами. И вот когда образовалось древнерусское государство, начались интеграционные процессы, интеграция, то есть стирание, некоторое стирание диалектных особенностей, образование единого древнерусского языка, то есть восточнославянского языка. Сначала они разошлись из единого центра, а потом стали консолидироваться уже в другом качестве. Так я понимаю, схема. Так же и польская народность образовалась. А из какого центра можно это определить сейчас? Из какого центра происходит славяне? Прославяне, да. Прославяне? Вот в римское время, мы рассматриваем эпоху средневековья, римское время, это первые, четвертые века нашей эры. В римское время славяне заселяли пространство между Одером на западе и Киевщиной на востоке. Но не затрагивая Белоруссию, Новгородщину и так далее. Вот эти области не затрагивая, а так вот Одера, то есть Северный Карпат, Подоле, Валы и Правобережная Киевщина, это была территория, где жили прославяне в римское время, причем интересно нужно отметить, что эта территория не была замкнутой. Замкнутой не была, поэтому на этой территории наряду со славянами жили и некоторые другие этносы. В Северном Прикарпатии кельты, они хорошо по архивистским данным известны, и в Северном Прикарпатии кельты, в конце концов, были славянизированы. Вот те кельтские группы, которые там жили. Балты, Балты, Балты. Ну, Балты чуть позже же, в римское время затрагиваем. Дальше на территории Украины современной готы жили то же самое. И вот в римское время произошло первичное деление прославянского языка на диалекты. За счет чего? За счет Северного Причарном моря, за счет смешения славян с остатками скифо-сармадского населения. Остатки скифо-сармадского населения вошли в славянский этнос и в славянской этнос образовалась такая группировка славян анте, известная по писанным источникам. Иранцы принесли довольно много славянам, перенесли. Вот недавно Васильев защитил диссертацию докторскую, книгу написал о том, что божества славянцы Марков Хорс, которые известны вот по киевскому пантеону, это явно иранского происхождения, это большое исследование, доказывающие, что это явно иранское происхождение, и они не были заимствованы славянами у иранцев, они проникли в славянский мир за счет ассимиляции ираноязычного этноса на на киевщину. Отделение на русский, белорусский и украинский диалекте произошло уже после татаро-монгольского нашествия. Белорусский и украинский этнос это позднее образование, уже после монгольского времени, когда древнее русское государство единое перестало существовать, было раздроблено, образовалась Великая Литовская княжица, которая заняла значительные территории Древней Руси. Белорусская сформировалась за счет того, что славяне расстелились на территории Балтов. Балты были постепенно славянизированы, в результате сложились условия для диалектов отчетных прослений, большое количество слов от Балтов перешло в белорусский язык, некоторые постройки этнографически прослеживаются, это тоже наследие местного баловского населения, образование украинского этноса несколько сложнее, но так в целом грубо, потому что это можно рассказывать целые лекции с фактами, а вот в целом это наследие иранское. Иранское. Да, иранское наследие, в частности вот фрикативный Г характерный для украинского языка и для южно-русского и для чешского языка это иранского имеет иранское начало. Ну и другие целый ряд элементов. Антропологически тоже самое прослеживается связь на Украине прослеживается антропологическая преемственность от римского времени, когда началась ассимиляция остатков сарматского населения до древнерусского населения, включая значит 11-12 век. И все-таки 50 лет мы сегодня как могли естественно в формате телевизионной программы подвели итоги 50-летнему исследованию. Какие перспективы у раскопок в Новгороде на севере России вообще у археологии лингвистики и истории вместе взятых? Я готов очень коротко сказать о достижениях последних трех лет. Значит нас давно занимала очень важная проблема. Мы знали из дошедших до нас договоров Новгорода с князьями приглашенными договора эти относятся к концу 13-14-15 веков что было три очень важных ограничения княжевской власти этими новгородскими боярами. Первое ограничение было такое князь главного функция была судебная но он будучи номинально владея номинально приоритетом в суде не имел права принимать решение окончательное без санкции боярина посадника. Это вот первое. Второе ограничение князь его княгиня его бояриня не имеет права владеть землями на территории Новгородского государства на основе частного права. И третье князь не имеет права собирать государственные доходы с территории Новгородской земли своими дружинниками. То есть в Новгороде не было полюзия известного нам хорошо по южным памятникам а там эти доходы могли собирать сами новгородцы и княжу из них выдавать дар так называемый то есть платить ему жалование своего работы. Частная земельная собственность в Новгороде появляется только на рубеже 11-19 веков не раньше. Ну вот а вот относительно главного ищемления прав князя этого что нельзя ему собирать своими людьми государственные доходы вот какая находка значит нас привела к очень важному наблюдению. Вот на территории новгородских усадеб на протяжении многих лет начиная с 51-го года находились вот такие странные вещи это у меня в руках как вы понимаете макет модель вот такой деревянный цилиндр с двумя взаимно встречающимися каналами вот я могу так посмотреть и могу вот так посмотреть значит на нем надписи вот на том цилиндре который у меня в руках написано в пинзе тысяча три тысячи пиннега это река пиннега на севере три тысячи это пойдем три тысячи белых потому что такое большое количество другая ценность не имела на других цилиндрах их уже больше пятидесяти найдено разные другие пункты и разные другие суммы и чаще всего бывает указание кому назначается вот то что собрано в этих пунктах князью значит или самим сборщиком подати по русской правде они особый процент имели вот долго мы ломали голову что это такое наконец этот вопрос решился когда были найдены в целом виде эти вещи оказалось что вот этот поперечный канал забивался вот такой пробкой вот а для чего значит эта штука нужна была мешок в котором собирались эти дани эти доходы в основном это пушнина была значит он завязывался веревкой которая пропускалась через головину мешка затягивалась как вот рюкзак значит мы затягиваем ну вот затем концы этой веревки с двух сторон пропускались внутрь вот этого канала большого с одной и с другой стороны вместе они выпускались через короткий канал наружу завязывались узлом узел убирался внутрь после этого затыкалось все это дело вот такой вот пробкой эта пробка заподлицо обрезалась со всех сторон а с этой стороны расслинивалась и поэтому для того чтобы проникнуть мешок надо было или разломать цилиндр ну вот или это пломба да свою пломба которая гарантировала сохранность того что было собрано в этом мешке ну вот на протяжении всего 11 века вот собираются на той же усадьбе где в 19 веке было судебное присутствие найдено было 40 вот таких цилиндров с разными надписями с разными пунктами ну вот мы называем это применительных современностей это как бы дологовая инспекция там была то есть туда свозились вот эти мешки из разных районов земли и там они сортировались что князина что на церкви что значит на ворону земли что самим сборщиком подачи ну вот и вот там 40 таких цилиндров было найдено на одной усадьбе только а дальше так оказалось что вот этот обычай запирания замков замками вот мешков вот такими замками но вот он существует и на территории Южной Балтики и что самое интересное находится в скандинавских слоях Ирландского Дублина это столица значит Ирландия и Дублина ну вот отсюда следует что вот сам прием такого рода сохранения ценностей он принесен был по виду к нам с скандинавами то есть он исходный вот этот первый договор который был заключен с Рюриком новгородцами но вот он имел в себе один чрезвычайно важный пункт князь Рюрик не имеет права собирать государственные доходы своими людьми это должны делать сами новгородцы а ему платить определенные жалования вот с этого начинается новгородский вещевой строй вот эта проблема решилась ну вот и наконец последняя находка которая в прошлом году была сделана она очень сильно шумела они уже все значит знают по-видимому ну вот но это я не говорю так вот мне в жизни довелось пережить два звездных часа один когда я был свидетелем находки первой брестной грамоты в 51 году на моих глазах произошло это произошло это событие и второй когда значит на моих глазах была найдена находка прошлого года это была деревянная книга триптих три так сказать дощечки с вынутыми киоцами такими эти киоцы были заполнены воском ну вот и по этому воску были написаны тексты больше сотни строк датируется эта находка началом 11 века не позднее 1010 года и содержит эти тексты 75-й 76-й псалом Асафа и 67-й часть 67-го псалма Давида вот это древнейшая древнейшая славянская книга до сих пор древнейшей книгой во всем славянском мире это касается не только России но и Балкан значит и Хорватия и Македония и Болгария и кого угодно была сформирована Евангелия 1056-57 годов это на 50 лет раньше ну вот и вот что это такое значит дальнейшее изучение этой находки показало что во-первых она за что приобрелась очень долго а во-вторых вот эти остатки 67-го псалма нам непонятно было почему стерты первые строки этого псалма они всем известны эти строки да воскреснет Бог расточаться враги и вдруг именно вот эти строки оказались стертыми так оказалось что это полемпсест то есть это беглые строки сначала на этих на этом воске писались одни тексты с них ученики списывали потом писались другие тексты снова ученики списывали ну вот как вот на доске белом значит люди пишут или на грифельной тетрадке вот так вот вот представьте себе это первые христиане в 990 году принято христианство и уже спустя 15 лет учатся значит люди вот этой значит грамоте с этого начинается грамота еще нет бересты есть восковые восковые таблички и какой-то гениальный человек в Новгороде додумался писать на бересте потому что это дешевле было вот так но должен сказать что этот год вот сезон этого года значит он открыл в берестяном мире новый значит новый жанр сначала в торжке была найдена берестяная грамота первой четверти 13 века который содержала цитаты из слова о премудрости Кирилла Туруцкого знаменитого правоведника 12 века современника Андрея Боголюбского вот он только умер прошло несколько там лет 20 или 30 после его смерти вот и уже значит его тексты на бересте записываются каким-то священником в торже для произнесения их перед своей паствой что это за тексты это перечтение грехов 30 грехов 30 пороков которыми грешат люди вся наша жизнь изображена в этом тексте а после этого в Новгороде в слое рубежа 13-14 века была найдена еще одна грамота литературного текста значит нам вот что как бы сказать неканоническое неканоническое размышление и гнев Иосифа по поводу беременности Марии вот когда он обнаружил что она беременна он-то к этому отношению не имеет он только обручен с ней был ну вот что значит он сказал это все в грамоте написано и глаголит Иосиф Мария что все значит когда себя вижу недоумею то есть недоумеваю и удивляюсь и умом ужасаюсь вскоре вскоре ну вот ну вот а потом а потом оказалось что в общем-то этот текст произносится перед рождеством Христовым ну вот в виде тропаря до сих пор значит его читают иногда церковь ну вот так что это даже канонический текст оказался вот еще одна тема есть я хотел затронуть но не стал потому что это политика смотрите мы сегодня проиллюстрировали на примере древних русских отношений в том числе политическим политических практически идеальную для нас да система отношений между властью и народом да и экономическое устройство так или иначе пусть она там примитивная пусть она схематичная да но вот эта мораль отношений она на мой взгляд большой недостаток испытываем я бы сказал так что нам есть чему поучиться во-первых вот эта ежегодная отчетность власти перед народом а во-вторых ведь то что очень стало модным словом на рубеже 90-х годов гласность гласность-то там была я думаю что это очень опасный путь поскольку Новгород-то все-таки пал был побежден Москвой он пал его олигархи погубили я думаю что новгородский опыт должен импортироваться дозированно ведь когда когда вокруг этого пирога собрались все боярские семьи представители всех боярских семей это и был переход к олигархии что такое олигархическая власть это когда целому сословию принадлежит так сказать власти все-таки смотрите какая удивительная централизация вот они за 2000 километров они все вот эти вот мешки с мехами с этим добром они тянут в Новгород и ничего не оставляют там все вывозится в одно место ведь Москва фактически вот эту вот централизованную систему так сказать она же переняла вот и она не была первой так сказать первым централизованным центром в России я и другое добавил была найдена в 99-м году берестная грамота начала 19-го века о коррупции высших эшелонах власти когда мы говорим что беремену принадлежат слова как одним словом выразить то что происходит в России он говорит крадут так вот в начале 19-го века оказывается то же самое берестная грамота она еще не рассекречена она еще не рассекречена да она опубликована практический вопрос как изменилась технология раскопок за последние годы меняет сильно я помню что когда вот мы начинали с Валентином Васильевичем впервые приехали в Новгот а это было в 47-м году в 47-м году значит мы очень гордились тем что находимся на переднем металлогическом крае так сказать нашей науки вот тогда значит введен был в обиход археолога нивелир тогда появились транспортеры для отброса так сказать просмотренной земли ну в общем многое начиналось у нас впервые но сейчас когда мы обращаемся к материалам раскопок 47-го 48-го года возникает довольно много вопросов на которые уже ответить нельзя потому что что-то такое было упущено НТР каким-то образом изменили археологический изменил археологический инструмент я думаю что очень много дают методы естественных наук которые подключаются к археологии вот наше сотрудничество с палеоботаниками с антропологами с биологами с почвоведами то есть вот сейчас мы работаем с пыльцой древних растений которая отложилась в культурных слоях и по этому материалу можно установить растительность сейчас мы привлекаем почвоведов к анализу почв и так же этим путем может быть реконструирован ландшафт сейчас мы пытаемся собирать зерна растений обожженные зерна растений которые невидимы открытым глазом но которые благодаря промывке могут быть собраны в культурном слое и таким образом мы можем восстановить диету следить о том что они ели антропологи сейчас могут анализировать химический состав костей так же реконструировать диету состав питания что очень важно очень много делается по реконструкции древних заболеваний также на костном материале антропологам задача заключается в том чтобы собрать все то что ранее отвергалось выбрасывалось казалось не нужно весь этот органический мусор кости я вот тебе приведу чтобы связать то что ты рассказываешь с тем что уже было рассказано вот у нас сейчас в Новгороде работает группа немецких археологов они исследовали состав зерновых культур и вообще весь этот набор злаков которые высеивались одновременно на славянском поселении и на поселении викингов Кэдебю это вот там далеко от Киля значит недалеко от берегов Южной Балтики вот так вот что оказалось совершенно противоположный так сказать состав сорняков и состав злаков самих и абсолютно адекватен со славянских поселений с тем что значит под Новгородом обнаружено то есть вот это передвижение оттуда оно подтверждается и вот таким способом я помню как в музее в Риге по-моему в музее я увидел два захоронения не помню в каком время они принадлежали это явно были балтийские захоронения и экскурсовод обратил мое внимание на то что там было два мужчины захоронены два воина каждый из них был два с лишним метра ростом это были гиганты просто даже по нынешним они очень большие я думаю что это Александр одна из сказочек все-таки у них был кажется обычно скелет кажется больше чем значит она на самом деле ездит это одна из сказочек которые бытует про так сказать археологические антропологические материалы даже среди музейщиков в общем они были несколько меньше чем мы они меньше ели и катетистически они меньше ели и меньше жили это понятно нам легче говорить может быть о среднем возрасте их жизни вот нежели об их росте а каков средний возраст 35 лет в общем-то он мало менялся с дохристианских ну конечно с учетом детской смертности если мы отбросим детскую смертность это будет где-то более 40 лет но все-таки это очень спасибо спасибо вам за беседу если у каждого из вас есть что было бы